Женская репродуктивная система В каждой отдельной семье мужчина – это небо, а женщина – это земля. Поэтому есть поговорка «Когда здорова женщина, счастлива вся семья». Чтобы говорить о здоровье женской репродуктивной системы, нам нужно понимать ее строение. Женская репродуктивная система включает в себя внешние и внутренние половые органы и ткани. К внешним половым органам относятся большие и малые половые губы и клитор. Внутренние половые органы имеют сложное строение. Матка соединена фаллопиевыми трубами с яичниками. Шейка матки соединяется с влагалищем. Знание строения органов поможет нам понять, какие факторы могут навредить их здоровью. Дальше мы познакомимся с тем, что такое матка. Ее функция – быть местом, где зарождается новая жизнь. Менструации – это физиологический процесс у женщин детородного возраста, проявляющийся в периодических кровотечениях. Обычно промежуток между циклами составляет 28 дней. Начало раньше на день-два или задержка на день-два – это нормально. Но встречаются случаи нарушения такой строгой периодичности. Такой цикл называется нерегулярным. К нездоровым симптомам относят слишком скудные или обильные выделения, темный цвет, наличие кровяных сгустков, прекращение менструального цикла задолго до наступления климакса, вагинальные кровотечения, которые очень трудно остановить. Что является причиной возникновения этих нездоровых явлений? Во-первых, это стресс и психические перегрузки, которые приводят к нарушениям внутреннего обмена веществ и, как следствие, нарушениям менструального цикла. Во-вторых, одна из главных причин – это переохлаждение. Особенно опасно переохлаждение перед началом и после окончания менструации. Также нельзя допускать переохлаждение ног. Третья причина – это электромагнитное излучение. Вы все знаете, что в 21 веке мы живем среди электрических приборов. Излучение от них постоянно сопровождает нас. Оно тоже может привести к сбоям менструального цикла. Четвертая причина – это запор. Я не устаю повторять партнерам. Женщине нельзя допускать запоров. Накопление отходов в кишечнике тоже может оказать негативное воздействие на женскую репродуктивную систему. Пятая причина – это длительный прием лекарственных препаратов, который также может привести к нарушениям менструального цикла. Шестая причина – это шум. Излишняя шумовая нагрузка в повседневной жизни может вызвать сильное раздражение, которое тоже вредно и для внутреннего обмена, и для женского цикла. Седьмая причина – это курение. Восьмая причина – нарушение правил гигиены. В том числе использование прокладок, не соответствующих санитарным нормам. Имеющиеся на них бактерии могут попасть внутрь организма. Женщины должны следить за здоровьем. Достаточно отдыхать и следить за регулярностью менструального цикла. Это тоже очень важно. С точки зрения традиционной китайской медицины, если менструация начинается раньше срока, этот симптом говорит о серьезном дефиците энергии ци, или можно сказать о пустоте ци, которая связана со здоровьем легких и почек. Наступление менструации раньше срока может привести к анемии, уменьшению количества эритроцитов и, как следствие, к снижению обеспеченности кислородом органов и тканей. На это явление обязательно необходимо обращать внимание. Второй вид нарушений – наступление менструации позже срока. Если срок настал, а месячные не приходят, этот симптом говорит о наличии серьезного синдрома холода, матки и крови. Для женщин это очень опасное состояние. Если температура кожных покровов при этом пониженная, считается, что кровь холодная. Такое состояние способно создать женщинам много проблем со здоровьем. Для женщин нормальный менструальный цикл – один из показателей здоровья. Надо обязательно за этим следить. Наиболее частые заболевания женской половой сферы – это воспаление шейки матки, эрозия и, самое опасное, может развиться онкология. Какие причины приводят к возникновению воспалений? Первое – это аборты и выкидыши. У женщин, которые прибегают к искусственному прерыванию беременности, легко возникают проблемы с шейкой матки. Вторая причина – несоблюдение гигиены, особенно при ведении активной половой жизни. Есть еще и противоположная крайность – чрезмерное очищение. Некоторые женщины проводят интимный туалет несколько раз в день. Это тоже не всегда полезно. При чрезмерном очищении нарушается кислотно-щелочной баланс внутренней среды влагалища. В результате снижается местный иммунитет. Во влагалище находится своя микрофлора, в которой тоже должен быть баланс. При частых гигиенических процедурах с использованием агрессивных средств микрофлора нарушается. Это провоцирует воспалительные заболевания. Гигиена – это хорошо, но все должно быть в меру. Далее мы разберем, как работают яичники. Этот парный орган отвечает за овуляцию и вырабатывает гормоны. Есть три группы гормонов, которые вырабатываются в женском организме. Первая группа – это эстрогены. Их доля составляет примерно 70%. Второй гормон – это прогестерон. Его еще называют гормоном беременности. Его доля составляет 23%. И третий гормон – андроген. В женском организме также присутствуют мужские гормоны. Их доля относительно небольшая – 7%. В мужском организме есть всего два типа половых гормонов. Третий женский гормон – прогестерон – обеспечивает наступление беременности и ее поддержку. Если в работе яичников происходит сбой, выработка соответствующих гормонов нарушается. Нарушение гормонального баланса часто сопровождается появлением пятен на лице и потемнением кожи. Гормоны отвечают за женское здоровье, особенно эстроген. Если гормональный баланс нарушается, количество эстрогенов уменьшается, может развиться целая серия разных заболеваний. Я думаю, сейчас все уже поняли, какой орган отвечает за правильный гормональный баланс. Это яичники. Давайте теперь посмотрим, как описывает женское здоровье традиционная китайская медицина. С точки зрения китайской медицины здоровье женской репродуктивной системы связано с тремя внутренними органами – селезенкой, печенью и почками. Почему? Давайте вспомним роль печени. Печень хранит кровь и осуществляет кровотворную функцию. Когда крови в организме достаточно, репродуктивные органы получают достаточно питания. Если крови недостаточно, это может негативно сказаться и на репродуктивной системе. Второй важный орган – селезенка, которая отвечает за пищеварение и кровоток. Иначе говоря, все строительные материалы для кроветворения получаются в результате работы селезенки, которая помогает усвоению питательных веществ. Питательные вещества поступают в кровотворные органы, которые и вырабатывают кровь. Кроме того, селезенка отвечает за направление кровотока. Третий важный орган – это почки. Почки отвечают за баланс в организме, репродуктивную функцию и энергию организма. Крепкие почки – это основа крепкой жизненной силы. Почки активно участвуют в репродуктивной функции. Если почки больные, с репродуктивной системой могут возникнуть проблемы. Поэтому китайская медицина считает, что при одновременной слабости этих трех органов может наблюдаться бесплодие, происходить выкидыши, нарушение менструального цикла, раннее старение. Женщинам в повседневной жизни обязательно необходимо следить за здоровьем этих трех органов, в том числе и для сохранения репродуктивного здоровья. Мы с вами разобрали, как устроена репродуктивная система. Что же является непосредственной причиной возникающих заболеваний репродуктивной системы? Мы часто говорим, что все болезни возникают от токсинов. Какие яды и токсины формируются в женском организме? Во-первых, возникающие во время родов. У нерожавших женщин матка находится в совершенном состоянии. Стенки ее относительно гладкие. После родов матка должна сократиться и вернуться к первоначальным размерам. Но в ее складках могут остаться токсины из околоплодных вод и лохий. Во-вторых, возникающие в процессе половой жизни. В-третьих, возникающие в случае неполной смены слизистой матки после месячных. В-четвертых, это внешние и внутренние токсины, возникающие в процессе внутреннего обмена. Если физиологически мусор накапливается, он может спровоцировать развитие заболеваний. От мусора надо своевременно избавляться. Почему в настоящее время наблюдается рост количества женщин, страдающих от гинекологических проблем? Это связано с падением рождаемости. Раньше женщины рождали чаще. С рождением каждого ребенка репродуктивные органы очищались от накопившихся в них токсинов. Современные женщины рожают мало детей, поэтому токсины, накапливаясь в организме, вызывают гинекологические заболевания. Мы разобрали представление традиционной китайской медицины о репродуктивном здоровье женщины. Общее здоровье женщины зависит от состояния ее печени, селезенки и почек. Как правильно проводить регуляцию? Первым делом мы должны оздоровить желудок и селезенку, укрепить печень и почки. Среди продукции тяньши есть продукция, которая решает проблему оздоровить желудок и селезенку, укрепить печень и почки. Например, хитозан. За счет своей способности выведения ядов и токсинов он снижает нагрузку на желудок и кишечник. Кардицепс оказывает регулирующее действие на печень и почки. Цинк активизирует клетки внутренних органов. Спирулина нормализует работу селезенки и желудка. С этими продуктами вы хорошо знакомы. У нас есть еще один прекрасный продукт. Дайджест натурал тяньши. Продажи его начнутся в третьем квартале текущего года. С этим продуктом вы пока не очень хорошо знакомы. А женщины именно этот продукт могут выбрать для оздоровления желудка и селезенки. Дайджест натурал содержит много различных пищевых волокон. Пищевые волокна стимулируют перистальтику кишечника, очищают его от токсинов, ускоряют прохождение пищи по пищеварительному тракту. Кроме того, в этом продукте есть инулин. Инулин – это хорошая пища для полезных бактерий. В кишечнике огромное количество самых разных бактерий. Есть положительные, нейтральные и вредные бактерии. Насколько сильны положительные бактерии, зависит от внутренней среды кишечника. Этим бактериям тоже необходимо обеспечить нормальное питание. Поэтому у дайджеста есть несколько функций. Он усиливает перистальтику кишечника, восполняет необходимое количество пищевых волокон. И сам является хорошим питанием для положительных бактерий, чтобы они были сильными, а кишечник был здоров. Для женщин это очень хороший продукт, чтобы оздоровить желудок и селезенку, укрепить печень и почки. В сочетании со спирулиной, хитозаном, цинком и кардицепсом получается очень хороший комплекс.